Другим темам Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике отмечает в этом году 80-летний юбилей. Для обеспечения деятельности этого центра функционирует 865 единиц эталонных вспомогательных средств измерений и испытательного оборудования. Тему продолжит Сергей Алексеев. Должна подняться до уровня и манометры, которые должны показать соответствующую нагрузку. На данном четыре уровня соответствуют. Такие манометры используют на оборудовании, где необходимо знать разницу давления. Стоит ли говорить, что соответствие показателя для такого прибора – вещь чрезвычайно важная. Точность должна быть эталонной. В Центре стандартизации, метрологии и испытаний уже 80 лет проверяют приборы, без которых не обходится, пожалуй, ни одна сфера деятельности. Медицина, производство, предоставление услуг, в общем, перечислять можно очень долго. В большинстве кабинетов на почетном месте висит портрет Дмитрия Менделеева. Для сотрудников Центра слова великого ученого Дмитрия Менделеева «Точная наука, немыслимо без меры» стали своего рода девизом. Но при этом они добавляют – если человек знает меру, он знает все. Наука начинается с измерения того, как будет измеряться, это уже будет понятно весь исход всего исследования научного, например. Там космостроение, там тоже определяются нано, пика, метры, совсем маленькие величины. Увеличение вот этих точностей приборов и ведет к развитию прогресса всего. Кроме юбилейной даты организацию ждет еще одно важное событие. В году мы будем проходить процедуру переаккредитации. То есть это уже подтверждение нашей компетенции, как органов метрологической службы, о том, что мы компетентно оснащены, то, что у нас персонал грамотен. Кирово-26 в Якутске – это неизменный адрес Центра испытаний с 1961 года. Кроме этого, у организации есть четыре филиала, расположенных в промышленных городах Якутии, в Мирном, Алдане, Нерингри и Ленске. Вместе они осуществляют свою главную задачу – это обеспечение единства измерений в республике. Сергей Алексеев, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха» Якутск.